Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Рад быть сегодня вместе с вами в Доме молитвы. Рад оттого, что имею возможность открыть Священное Писание и погрузиться в размышления над страницами Божьего Откровения. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 11 главу. Прочитаем три текста, 11 глава, 28, 29 и 30 тексты. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. Заканчивались очень неблагоприятными условиями служения Двух величайших Божьих посланников в Галилее. Арестован и ожидал казни Иоанн Креститель, Который был глашатаем Божьего Суда, Который высказывал народу о том, Что близится гнев Божий, Уже и топор лежит при корне дерев. И когда он сделал все в своей жизни, Он был заключен в темницу. И тогда с того места удалился Иисус И стал тоже служить. И его служение началось с призыва «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Но люди оказались глухи к этой вести. Люди ее игнорировали. Людям казалось, что все не так, как должно быть. Пришел от Бога посланный, Величайший пророк из всех пророков Иоанн, И люди сделали заключение в нем бес. Пришел Божий Сын, Воплощенное живое Слово, И опять людям не угождает. Вот человек, который любит есть и пить С мытарями и блудницами. И соблазнялись о нем. И опять же, один и тот же результат, Закрыто сердце людей. Братья и сестры, мы с вами прочитали текст. Этот текст содержит величайшие истины. Этот текст содержит увещевание к людям. Этот текст содержит побуждение к людям, мотивацию. Мы с вами прочитали 28-й текст. Здесь написано, «Придите ко мне все, Труждающиеся и обремененные, И я успокою вас». Действительно, состояние людей Было очень-очень печальное. Мы с вами находим на страницах Священного Писания, Что, видя толпы народа, Иисус жалился. Потому что он видел народ изнуренный, Не имеющий заботы о себе. И это печалью наполняло сердце. Но у Господа нашего есть всегда выход. В самых драматичных переживаниях истории Научимся, у Бога есть выход. Тогда, когда открываются одни двери, Открываются другие возможности. И опять же, мы видим Спасителя, Сострадающего в бедах людей, Готового прийти на нужды. И вот здесь мы с вами читаем Это удивительное слово «Придите». Оно очень часто встречается На страницах книги Священного Писания. Очень часто. И много, много речей начинается С этого призыва «Придите». Нужно что-то сделать. Нужно прийти. Ну и заканчивается книга Священного Писания, Книга и Откровением, 22 главой, Опять же, с этого слова «Приди». И дух, и невеста говорят «Приди». И всякий слышащий доскажет «Приди». Этим заканчивается, опять же, Последние дни благодати Божией на этой земле. Братья и сестры, В этот призыв стоит обратить внимание. К этому призыву стоит отнестись со вниманием. Почему? Потому что Иисус зовет Для особых моментов жизни, братья и сестры, Иисус ищет личных, глубоких отношений С грешным человеком. Мы об этом еще с вами поговорим. Братья и сестры, мы с вами читаем «Придите ко мне». Как часто люди ищут утешение, успокоение Совершенно не там, где должно быть. Вы помните, 12 лет страдала женщина болезнью И испытала многих врачей И пришла в худшее положение и состояние. И приходит к решению такому, Которое открыто ей было Духом Святым. Вот к нему, прикоснусь только к краю одежды, И исцелюсь. И послушалась. И тот час, прикоснувшись Иссяк источник кровей, Она стала здоровой женщиной. Вот так и сегодня Господь выходит навстречу Отчаянной нужде людей. И Он хочет и жаждет Глубоких, проникновенных отношений. Можно знать о враче, но никогда не прийти к нему. Можно знать о свойствах лекарств, Но никогда не принять и этим не пережить благословение, Братья и сестры. Можно пользоваться святыми предметами, Инструментами, Но никогда не знать личного Бога. Вы помните такое песто, написано в 5.39 Иоанна? Исследуйте Писание, потому что вы через них думаете иметь жизнь вечную. Правильно бы прочитать этот текст в оригинале, Исследуйте Писание. Можно опустить свои глаза на страницы книги Библии, Можно стать экспертом и при всем этом не увидеть главного пути к Иисусу Христу, И никогда не пережить тесных общений с Ним. Эта опасность сегодня существует и для нас с вами. Можно верить и в то же время никогда не иметь спасительной веры И близости с тем, о ком свидетельствует вера, Куда она нас направляет ко Христу. Братья и сестры, и вот здесь это просто. Иисус открывает себя и говорит, придите ко мне, Братья и сестры, посмотрите и удивитесь сегодня широте Господа. Он не ограничен своих возможностей. Посмотрите, как написано в этом тексте, Придите ко мне все. Это значит сегодня абсолютно каждому из нас дается одинаковая возможность, Услышав, сделать шаг навстречу Господу. И не только здесь, но даже тогда, Когда мы по прошествии времени пойдем каждый в свой дом, Мы можем эти слова передавать окружающим нас людям. Братья и сестры, придет время, Когда все народы, сотворенные Господом, придут и поклонятся Ему. И мы ожидаем этого, будет так. Потому что Господь наш, в Которого мы верим, Он есть царь великий над всеми народами земли. Братья и сестры, Но с этим словом связано подчас очень много драматичных переживаний. Я одно из вас прочитаю сегодня это. Здесь написано исповедание одного человека, Который наш современник, Он является нашим братом по вере, Проповедником Евангелия. Он пишет так, «Я пришел к нему, потому что не знал, куда мне идти. И я остался с ним. Я пришел к нему, стремясь получить что-то, Чего никогда не имел. Я пришел к нему, как чужой, И остался с ним, как друг навсегда. Я пришел к нему, неуверенным в своем будущем, И остался с ним, уверенным в том, что меня он ожидает. Я пришел из народа, имеющего 330 миллионов богов, И остался с ним, потому что понял, Что истина не может принадлежать всем, Потому что истина есть одна. Это Он. Это Раби Захарая так написал о своей жизни. Можно сегодня, с того места, где ты находишься, Сделать решение и прийти к нему. Но с этим связана и другая особенность. Вы знаете, что сегодня очень много людей на земле Поражены слепотой. Они слепнут. И на просторах России, в провинциальном городке, Который удален от центров, Где живут и кипит жизнь бизнеса, Был наш соотечественник Федоров, Который нашел рецепт, Как возвращать слабовидящим зрение. Потоки хлынули к нему. Но условия его клиники были столь ограничены, Что людям нужно было долгое время В ожидании быть, когда он возвращал им зрение. Его опыт взяли все клиники всего мира на вооружение. Почему? Потому что это было решение громадной проблемы, Возвращать зрение людям. Но по прошествии какого-то времени очередь стала редкой. Люди обеспокоились, почему, что случилось. Оказывается, людям, которым возвращали зрение, Им нужно было приступить к обычной трудовой деятельности. Но они получали льготы, потому что они слабо видели. И государство давало им субсидии, потому что они плохо видят. Отсюда и работа была их ограничена. И вот тогда люди стали перед выбором. Или зрение и здоровый образ жизни, Или субсидии, помощь от государства. И они перестали приходить. Это может сегодня случиться и с вами. Это может случиться и с нами, Когда мы начинаем торговаться. Тогда, когда у нас есть одна нужда, Прийти к Господу, братья и сестры. Но есть еще одна особенность, О которой мне хотелось бы поговорить. Заметьте, кто эти люди, Которые должны были слышать это слово. Особенно, потому что о них Священное Писание говорит нам, Что-то, что должно сегодня вызвать у нас Интерес к этому. Кто эти люди? Братья и сестры, мы с вами читаем Тот же двадцать восьмой текст. «Придите ко мне все труждающиеся И обремененные, И я успокою вас». За нашими словами, Вот эти кратко два слова, Труждающиеся, обремененные, Стоит драма человеческой судьбы. Если хотите, более конкретно, Можно сказать, поиски грешного человека. Они очень драматичны. Братья и сестры, кто это за люди? Что в этих словах сегодня сокрыто для нас? Давайте посмотрим. Они были истощены от бесплодных поисков. Они утрудились. Они изнемогли от работ До потери сознания В поисках истины. Они были изнурены от тяжких трудов. Они падали под своими ношами На пути исканий. Братья и сестры, Интересная особенность, Что вот для этих людей, Которых жизнь разбита в куски, Которую нельзя собрать, Когда погребена всякая надежда для них, Братья и сестры, Господь не только зовет их к себе, Он говорит, Я успокою вас. Это гарантия. Это не пустые обещания политиков, Которые говорят одно, делают другое. За этим стоит сам истинный Бог. Я успокою вас. Вы знаете, интересно, Вот это слово покой, Здесь сказано еще что? Я дам свой покой вам. Заметьте, какая конкретика. Я дам свой покой. Но даже не это еще важно. Господь говорит, Я приведу вас, Обездоленных, Разбитых, Упавших под ношей, Я приведу к этому покою. Помните, кому так Бог сказал? Моисею. Когда он говорил ему, Если ты не пойдешь сам с нами, Не выводи нас отсюда. Помните, как Господь среагировал на его просьбу? Я сам пойду, И я сам веду тебя в покой. Дорогой мой друг, Если сегодня твоя жизнь Представляет сегодня как зеркало Вот эту категорию людей, Это как раз для тебя. Врач нужен больному, Спаситель нужен грешному, И он может это сделать сегодня в твоей жизни. Но заметьте, Есть еще одна особенность здесь. В тексте написано, Что нам нужно что-то взять. Нам нужно с вами на поисках истины, На поисках близости с Богом, Нам нужно что-то взять. И мы с вами читаем 29 текст. Возьмите иго моё на себя, Научитесь от меня, Ибо я кроток и смирен сердцем, И найдете покой душам вашим. Иго – это всегда хозяин, Который имел заботу О своем труде, О своем бизнесе. Если это касалось перевозки каких-то грузов, Он всегда находил возможность Заказать иго Для животного. Например, это был бычок, бык. И делалось иго. Оно подгонялось под шею животного, Чтобы оно не было бременем, Чтобы оно его не мучило, Но чтобы животное могло везти повозку, Герус какой-то. Братья и сестры, В жизни людей иногда встречаются Ложные наставники, Которые обременяли жизнь людей, Делали ее неудобной, Сложной, тяжелой. И Господь выход нашел. Вы помните, как о таких людях Он сказал, Что связывают бремена неудобно носимые, А сами и пальцем не хотят шевельнуть. Все для других людей, но не для себя. Заметьте, у Господа совершенно не так. Посмотрите, как Писание говорит, Каков характер нашего Господа. Мы с вами читаем опять же эту 11 главу 1 стих. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, Перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Игам – это бремя ученичества. Но то, чему учил и в чем наставлял Господь, Он это все прикладывал к себе. Он всегда шел впереди. Он не грузил тяжестью других, Но Он сам нес это, Подставляя свои плечи. Заметьте, когда Он посылал своих в города, Куда Он сам хотел идти, Он же и шел в эти города. И мы с вами читаем об этом. Заметьте, еще одна особенность. Он говорит, что «Бремя мое легкое, удобно», В другом переводе сказано, Оно удобно, оно подходит. Но не это меня еще удивляет, Братья и сестры, О том, что мы это бремя Не должны нести одни. Бремя всегда несли два животных. И это как раз для нас Очень хорошая метафора. Какой бы мы труд ни делали, Нам нужно присутствие Господа. Он с нами. И поэтому вспомните апостола Павла, Как он пишет о себе. «Не остается того, Чего не совершил через меня Господь». 15 глава. Послание к римлянам. Посмотрите. Все то, чего он достиг, По большей сущности, Это не его старание, А работа, которую через него Совершал Господь Духом Своим Святым. И вот здесь сказано, Оно легко. Не потому, что трудности ушли. Они есть. Они будут. Но потому, что там, В трудностях, Будет тот, кто рядом. О котором мы с вами читаем. «Не покину тебя, Не оставлю тебя, Помогу тебе, Проведу тебя». Братья и сестры, Разве это не утешение? Братья и сестры, Павел Апостол потом напишет Скажет, «Я более всех потрудился Моих братьев. Впрочем, не я, А благодать Божия, Которая со мною». Братья и сестры, Это очень важно. Братья и сестры, И есть еще один глагол здесь, Очень интересный. О нем мы с вами прочитали. «Придите ко мне все И научитесь от меня». Братья и сестры, Господь не принадлежал Самому себе В служении. Он говорит, «Я всегда творю Не то, что я хочу, А то, что мне поручено Отцом». Братья и сестры, Когда мы устаем, Когда нам очень трудно Выполнить дело порученное, Давайте научимся Приходить к Господу. Почему? Нам есть чему Учиться от Него. Не просто быть в школе с Ним, Научиться от Него надо. Я вспоминал недавно Своего товарища, С которым я когда-то учился, А потом вдруг он Из детства Как бы восстал для меня. Интересно. Он не был успевающим учеником. Он был второгодник, Закоренелый второгодник. Он, наверное, Пятого класса никогда не кончал. Но интересно, Что в жизни у него Случилась совершенно другая. Я был удивлен И поражен отчасти. Но суть не о том, Что делается в нашей жизни, Братья и сестры, Что в нашей жизни Мы очень зависимы от того, Чтобы учиться от Господа. Не просто в школе Просидеть студентам, Просиживающим, Но чему-то научиться. А нам есть чему учиться От нашего Господа. И он в этих обстоятельствах жизни Говорит, Придите ко мне. Я успокою вас. Возьмите иго моё на себя. Научитесь от меня. Найдёте покой вашим душам. Всё то, что мы переживаем В общениях с Господом, Оно всегда открывает нам Невероятные возможности. Может быть, и сегодня В нашем собрании Есть душа, Которая потеряла надежду. Бог возрождает эту надежду. Бог даёт с собой, Своим присутствием, Освежает нашу жизнь От безнадёжности К живой надежде. От падения к высотам. От потерь к свершению труда. Но это всё заключается для нас На страницах живого Евангелия. Если ты испытываешь сегодня Проблему в любых качествах Из того, о чём мы слышали, Время взыскать Господа. Не упусти этой возможности. И да поможет тебе в этом Господь. Аминь.